так доигрываем задание это и сделаем перерыв и спросить тебя что я даю еще одна секта только что прошли дэдспейс там тоже были привлечены голосом ричард мы слушаем я против даже светлых массовых посиделок массовая медитация это конечно что-то особенное люди могут чувствовать друг друга даже на расстоянии если медитировать думать о каком-то человеке которым вы любите какие-то добрые чувства можно это чувствовать внутри люди едины в то же время каждый индивидуален уникален а вот но все же я против это все настолько завуалировано что очень часто я вижу как людей специально один среди вас но здесь даже он не сможет поддаваться инстинктам он подозревает что это массовость на специально разбивая человека с толку чтобы он не мог мыслить самостоятельно это сделать уголок в канализации вооружен до зубов это он про нас говорил грешник тебе сказали что это грешник искусственный интеллект сделал такой анализ все мы грешники все мы если еще на теория адам и евы который каждый день делаю те же ошибки все виноваты и нужно искать виновных как можно заглушить не рассказываешь как они могут найти этот свет душе заставлять себя это еще хуже человек быстрее сорвется где кабель которая отвечает за то чтобы тебя вырубить из сети исследование разума опыт гипноза это гипноз гипноз очень частое явление среди всякие углура смотря на то что я часто в своих прохождения затрагивать тему души на просветление где это говорю не как навязывание как что-то такое естественное простое что заставлять естественно себя не нужно даже на все приходить естественно и постепенно и нужно позволять себе делать ошибки и не нужно себя ругать если вы злитесь потому что мы все люди и мы окружены разными мы окружены обществом которое может легко повлиять на наши эмоции может быть это слабость или нет но все же лучше злиться чем притворяться но лучше конечно этого не делать и переключать свое внимание если есть возможность как у тебя отключить надоел уже болтовняй магия хочу чтобы ты слушал мой голос внимательно наверное нам нужно идти дальше по канализации турели какие-то здесь нас обновил задание тоже выше живет девушка так подождите на задание переключилась ричард гипнотизер который прежде выступал неким либорио и сейчас могу отыскать бывшего партнера нам нужно уйти отсюда и отыскать то возможно мне будет более понятна та странная власть которая обладает над этим людьми где-то сидит там в закрытом помещении как искусственный интеллект отвечает с какой-то цель навязывать им свои мысли им свои мысли как можно спать вообще в такой обстановке уже притомил дай мне отдохнуть от себя визнику нужна помощь так здесь мы его можно найти подождите я сохранюсь блин надо было быстрее это делать сейчас черт попробую здесь так много квестов вообще переключаемся с одного с одного на другое задание все закрыли может сохраняться что-то он тут потерял это не его ли партнер погиб нет надо идти дальше а на выход здесь есть проход и я прошлый раз не заметил его пойдем найдем его тогда пойдем найдем его тогда про годовоз туда добраться я находимся на метро не беремся для метро вот станции метро здесь станции метро где у нас нам нужно на метро вот она станция пойдемте давайте посмотрим где у нас станции метро я все правильно иду метро не пропускает что ля почему если тебе не нужны неприятности проходим не задерживаемся все больше и больше да у тебя у самой руки агментированные вроде вас и создают будущее вместе добрый вечер сэр меня зовут фелиса улман я работаю санта групп мы приглашаем трудоспособных аугментированных чтобы вместе строить общее будущее какое будущее поймите меня неправильно это не лучше город что говорить о каком-то будущем не поймите меня неправильно это не лучший город чтобы говорить о каком-то будущем а может это лучшее из возможных мест прага где не уважают выбор граждан решивших пройти аугментацию. Выбор, который сделали и вы. И вы хотите сказать, что в Санто нашли город, уважающий нас? Мы стараемся. Нельзя отрицать, что мир должен измениться. В этот раз в лучшую сторону. Аугментация уже позволила нам сделать широкий шаг навстречу будущему. Нужно сделать еще один. Врабии. Это рукотворный город-символ олицетворения эволюции. Дурочка ты. Это все внешнее. Эволюция. Не эволюция. Не доэволюция. Вы предлагаете аугам подписаться на будущее, которое разработали в лаборатории и выстроили в пустыне, похоже на утопию. Я рада тому, что вы верите в новое будущее, которое продаете. Но аугментированные хотят того же будущего, что и остальные. Будущее это не то, что корпорация может создать и продавать с прибылью. Уж если кто это и помнит, так аугментированные. Аугментированные хотят того же будущего, что и остальные. Я рада тому, что вы верите в новое будущее, которое продаете. Но аугментированные хотят того же будущего, что и остальные. А мир не хочет этого допустить. Простите, не нужно было. Санта – единственная корпорация в мире, увеличившая число аугментированных сотрудников за последние годы. Ну, у тебя она верит то, что она говорит? Как заученная пластинка. Такой подход очень удобен для строительной фирмы. Напротив, нашему руководителю... Даже угрожали за то, что он поддерживает аугментированных. Но мистер Браун знает, что аугментированные видят зачатки светлого будущего. И старается им всячески помогать. Какая дрессированная прямо говорит. Ей нужно находить сторонников, поэтому он тут такую речь толкает. Но на нас не повлияешь. А кто гарантирует, что жизнь в рабе отличается от той сегрегации, что мы видим здесь или это? Снова лотерея. Мне кажется, комплекс Утулик виделся с Санта как будущее для аугментированных. Похоже, план не реализован. Программа по раскручиванию рабе как и места для аугов. Это идея на Таниэла Брауна. А кто гарантирует, что жизнь в рабе отличается от той сегрегации, что мы видим здесь? Или это снова лотерея? Санта, и есть гарантия! Мы сохраним право на город и не ставим на право на них! Она ведет с нами диалог, она кричит, как презентацию какую-то. Напрягает прямо с ней говорить. Какой-то пытается нас перекричать. ...аугментированными и неаугментированными. Общество никогда не было однородным и никогда не будет. Именно для этого нужны стены. Всегда кто-то должен строить стены. И это Санта. Программа по раскручиванию рабе как место для аугов. Это идея на Таниэле Брауна. Все другое. Индустриальный подход, аркологическое проектирование, широкое привлечение добровольцев. Даже агитаторы на улицах. Всех нас лично нанимал мистер Браун. Можете себе представить? Пожалуй, могу. А что там аркологическое? Архитектурная экология. Рабии не осуществляет выбросов и совершенно самодостаточно. Это правильный подход не только для города аугументированных, но и для городов вообще. Это новаторство. Иначе не назвать. Конечно. К сожалению, все знакомые мне новаторы были так заняты своими шедеврами, что забывали про обычных людей. Мне кажется, комплексу Тулек виделся Санта как будущее для аугментированных. Похоже, план не реализован. Не наш план. Тулек должен был стать доступным по цене местом для временного проживания большого количества рабочих. Никто не знал, во что его превратят. И почему же Браун не протестовал? Не слишком приятно, когда тебя ассоциируют с гетто для ауков. Это не наша вина. После инцидента у Тулек управляется правительством Чехии и здешней полиции. С Рабией такого не произойдет. До конца не понимаю. Они хотят отдельный город для аугментированных, где они будут чувствовать себя комфортно и безопасно. Думаете, ему это позволит сделать? Кто протестует, скажет, что они против аугментированных, а для них еще особые какие-то усилия. Я хочу, чтобы вы поверили в нашу мечту о будущем. Да поверить-то в голове можно и поверить. Просто очень часто за этим скрывается что-то еще. Так, меня кто-то засек. Эй, почему меня стреляют? Че, офигели? Это страшный сон! Сак, быстрее! Быстрее! Играет музыка. Ни фига, тут за мной охотится. Ничего нету. Патроны не может взять. Да вот еще. Спалили меня. Ну вот еще мне не хватало стрелять в этих полицейских. Надо чтобы они успокоились. Ну нас убили. Ну может это такое лучшим. Нам же не хочется враждовать с полицейскими. Они просыпалились, что я взламываю дверь. Достали меня. Как же это сделать быстро, чтобы никто не заметил? То есть нас здесь могут увидеть? Или она нас может увидеть, спалить? Мы не оттолкнем вас из-за аугментации. Мы хотим привлечь вас к общему делу. Телу, 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 телу. Он может нас сдать? А, нет, получается. Подождите. У меня, наверное, память заканчивается на компьютере. Поэтому думаю, что на этом нужно закончить прохождение. Спасибо, ребят, за просмотры. Я буду проходить далее до секса и ведьмака. Оставляйте комментарии свои. Ну вот, опять спалили. Здесь прятаться негде, да? Попробовал на нем этого Тесла. У меня память заканчивается, поэтому ключ начало. Не хочу я сдаваться. Так интереснее заканчивать игру. Если так на вас тратить, то же патрон мне очень хочется. Да, мы еще угробили гражданских, да куча. Закрыть дверь. Пока. Закрыть дверь. Думаю, у тебя не успокоится, мы закроем дверь. Стандартных каких-то патронов не шли. Да, люди и так страдают. Мы еще тут открыли огонь. Ну, мы вообще неправильно сделали. Мне просто хочется взломать какой-нибудь тайник с патронами. Они постоянно нас палят. Мне это надоело. Зачем вообще тогда столько складов? Если мы не можем ничего взломать. Они как убрали оружие. Это мы столько людей убили, а нет. Вот это вот охрана. Адам Дженсен ведет себя как террорист. И получается у нас отключить по безопасности. Сейчас они успокоятся, и мы выйдем. Выйдем и сядем в метро. И на этом наша поездочка пока закончится. Как будто ничего не произошло, как ни в чем не бывало. Насадимся в метро. Почему так долго? Или мы не купили билет какой-то? Или что надо? Уйти из зоны, да? Поехали. Пропрощаемся красиво, Адам. I'll be back. Мы еще вернемся в этот район. В следующий раз. Так, они все не агументированные, да? А, спелятся. Они не знают в нашей истории, что это не по нашему желанию. Мы такие железные. У меня вообще нет привычки пялиться на людей. Я не понимаю, почему у некоторых есть. Рядно, головами не отворачивается. Зачем лишнее внимание к себе привлекать? Даже если вам что-то кажется удивительным. Итак, будем всю игру загружаться. У меня мало памяти осталось, поэтому там долго загружается. Нужно выгрузить все и по новой уже. Записывать игру. Ну, загружайся. Сто лет. Он как Нео. Перебил там всю полицию. Штукатурка отваливается в метро. Как ни в чем не бывало, дождался своего поезда и уехал. Лифт закрывается. Вся штукатурка от стен отваливается. Помните этот фигный момент? Со скользящими сапогами. Тринития. Как они заходят в лифт. И очень дружно заходят и уезжают. Очень красиво и эффектно. Вы заметили, они в основном в черной одежде ходят. Очень редко какое-то яркое пятно здесь появится. Там девушка в голубой куртке. В основном серая и черная. Одевают. Что здесь, что там. Элиза Кассан. У нее какая-то одежда была яркая, фиолетовая, что-то такое. Как же нам добираться сюда, если только через метро мы можем попасть в этот район? Он закрыт. Значит здесь только люди, здесь нет аугментированных. Поэтому они на нас так пялились. Ладно, ребят, я буду выполнять эту следующую серию. Спасибо за просмотры. В общем, я с вами не прощаю. До следующей серии увидимся. Всем удачи. Всем удачи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...